14-й дом на проезде 9 мая. В начале января в подвале прорвало трубу с горячей водой. Затопило несколько квартир на первом этаже. Позже, говорят жители, выяснили, коммунальная авария произошла из-за высокой температуры воды. Труба просто не выдержала. Мы обращались в Волго-теплоснаб на протяжении января, чтобы нам предоставили график температур. И до сих пор на три письма у нас нет ответа ни одного. Мы хотим, чтобы услуга предоставлялась соответствующего качества, за что мы платим деньги. Не дождавшись ответа, жители обратились в районную администрацию и к депутатам местного райсовета. На место выехала комиссия. Это ЧП. 2016 год нам позволяет иметь то оборудование, ту технику, которая позволяет контролировать все параметры поставляемой воды и впредь такого избегать. Навстречу приехал и представитель теплоснабжающей организации. По его словам, причиной нарушения температурного режима мог стать кратковременный сбой оборудования. Вполне возможно, что была температура выше нормы, но данная система и система работы котельной, температурный график рассчитан 95 на 70, поэтому завышение температуры до 80 градусов, возможно, не могло повлиять на именно повреждение трубопровода. В советском районе 14 котельных, в каждой из которых проверили температуру теплоносителя. В итоге установили, все работает согласно графику. Но при этом по содержанию котельных все же были высказаны замечания. Теплоснабжающая компания обязалась устранить их в кратчайшие сроки. Павел Баймаков, Константин Головин. События.